Я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И напоминаю, телефоны нашей студии, куда можно позвонить и задать вопросы по сегодняшней теме. 541-2540 и 541-2525, код 495. А поговорим мы сегодня о Центре социального обслуживания «Вера». И в гостях у нас директор этого Центра Игорь Вячеславович Мамонкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Александрович, я пыталась посчитать, сколько времени, сколько лет существует Центр. В общем-то, уже давно. Сколько примерно лет? Да, действительно, Центр существует давно. Организован он как самостоятельное структурное подразделение в конце 90-х годов. Изначально он создавался как муниципальное учреждение в рамках работы Ленинского района. И вот лет 5 назад он перешел ровно так же, как и все другие Центры социального обслуживания. И, посредственно, в прямое подчинение Министерства социальной защиты населения. Ныне это Министерство социоразвития Московской области. То, каким был Центр 20 лет назад и то, каким он является сейчас, это совершенно разные вещи? Ну, безусловно, работая в данной сфере, я, естественно, интересовался историей создания Центра социального обслуживания. История их начинается с 90-х годов. Изначально Центры социального обслуживания – это были отделы при управлении социальной защитой. Раньше их называли САБЕСы. И, поскольку данные услуги пользовались большим спросом у населения, их вывели в самостоятельные структурные подразделения и далее стали самостоятельными юридическими лицами. То есть, де-факто, Центр социального обслуживания является структурным подразделением нашего управления социальной защитой. И мы работаем непосредственно под их эгидой, под их контролем. За это время Центр помог не сотням, а тысячам людей, которые нуждались в помощи, в самой разнообразной причем помощи. И мы часто бываем свидетелями и работы Центра, и мероприятий, которые проводятся в Центре. Я, например, сама замечала, как светятся глаза у дедушек и у бабушек, которые приходят туда и вроде как начинают жить заново. И я всегда задавалась вопросом, как удается вам все это. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, я предлагаю посмотреть сюжет, который буквально недавно вышел на нашем канале. И мне бы очень хотелось его посмотреть снова. В жизни всегда найдется место для праздника. Как говорится, было бы желание. А желание у посетителей Ленинского комплексного центра социального обслуживания «Вера» хоть отбавляй. Мероприятия здесь проходят разные, но начало у них, как правило, одинаковое. Давайте сейчас посмотрим друг на друга и улыбнемся. В российском календаре всего 8 праздничных дней, но в Центре «Вера» свой календарь. Многие здешние посетители прожили большую часть жизни в советскую эпоху. А значит, и давно ушедшие праздники здесь также повод собраться. И, конечно, какое веселье без песен. На базе Ленинского комплексного центра социального обслуживания «Вера» действует несколько клубов. Один из самых ярких – клуб любителей песни. Возраст участников от 63 до 81 года. Занимаемся мы примерно около 13 лет, но некоторые даже и больше. Ну, возраст у нас давно пенсионный, но душа у нас молодая. Сотрудники центра стараются внести свою лепту в любой праздник. Ведь у многих стариков нет родственников, а потому получить неожиданный подарок приятно вдвойне. «Ищем спонсоров, находим, люди идут нам навстречу и получаем благотворительные такие акции у нас проходят. У нас это было в 2015 году разовые акции, но в 2016 году это уже у нас как бы ежемесячные поставки идут». Искушенный зритель, возможно, отметит, что не очень велики подарки. Подобную помощь получают более 500 человек, в том числе и те, кто в силу здоровья не может выйти из дома. «47 наборов мы получаем ежемесячно продуктовых и раздаем их нашим надомным и также надомным получателям социальных услуг». На помощь надейся, но и сам не плашай. Такова жизненная позиция многих посетителей центра «Вера». Взаимовыручка, совместное проведение мероприятий и поддержка ближних. Так, по мнению активных пенсионеров, должна строиться жизнь центра. «Пенсионеры наши не должны скучать. И чтобы никогда пенсионерам не было свободной минуты, нужно заниматься здоровым образом жизни. Плавать, бегать, нырять, в соревнованиях участвовать». Вот так, с помощью неравнодушных людей и не опуская собственные руки, и существует Ленинский комплексный центр социального обслуживания «Вера» в праздники и в будни. Максим Козлов, Олег Левитин. Вот такой сюжет. Мне было очень приятно его смотреть. Я вновь увидела вот этот свет в глазах пожилых людей и подумала, что всё-таки действительно, как сказала одна из героинь этого сюжета, «Душой они молоды». Ну, в сюжете показали одно из направлений деятельности нашего учреждения. Это работа отделения дневного пребывания. Отделение дневного пребывания у нас нацелено на культурно-досуговую работу с гражданами пожилого возраста. Вообще клиентами нашего учреждения могут стать жители, вышедшие на пенсию по федеральному закону. Не обязательно одинокие. Не обязательно одинокие, потому что отделение дневного пребывания – это отделение, которое посещают граждане, ведущие активный образ жизни. То есть это те люди, которые уже вышли на пенсию, но не хотят сидеть дома, хотят продолжать общаться, заниматься какими-то интересными вещами для себя. На базе нашего учреждения в отделении дневного пребывания работает 14 клубов и кружков. Это и ретро-кружок, это и православный кружок, шашки, шахматы. У нас люди ходят в бассейн, ходят в тренажерный зал. Здесь я хочу сказать большое спасибо нашим учреждениям и нашей администрации Ленинского района, Дельфину, Дворцу спорта, которые оказывают нам содействие в рамках межведомственного сотрудничества, предоставляют определенную квоту для наших пенсионеров, которые также могут посещать и вести активный образ жизни. А вот те кружки, которые внутри центра ведутся, кто их ведет? Значит, по-разному. У нас есть специалисты, это культорг, которые непосредственно организовывают, заведующие отделением, которые отвечают за оформление всех этих вещей, и договариваются с различными организациями, потому что в рамках отделения дневного пребывания у нас работает университет третьего возраста. Это некая обучающая система, предусматривающая встречи с полицией по поводу противоправных действий. С врачами мы встречаемся, которые рассказывают об интересующих клиентов заболеваниях, профилактике. У нас есть договор о социальном партнерстве с адвокатским кабинетом Радченко и партнеры. Отлично, замечательно. Они готовят тематику на основании опроса наших клиентов. Именно с правовой точки зрения приходят специалисты действительно высокого уровня, профессионалы, которые дают исчерпывающее разъяснение. С января 2017 года Министерством социального развития Московской области вводятся стандарты по университету третьего возраста. Поэтому мы не стоим на месте, мы будем развиваться и будем трансформировать университет третьего возраста. С января 2017 года у нас планируется в обязательном порядке введение шести факультативов. Это IT-технология, культура, искусство, правовая грамотность, финансовая грамотность, здоровье, жизнь, безопасность. IT-технологии, то есть это бабушки и дедушки будут компьютер изучать? Да. Значит, не просто компьютер, они будут пользоваться соцсетями. Помимо основных базовых моментов, связанных с работой на компьютере, это текстовые редакторы, умение распечатать документ. Также будут смотреть сайты определенной направленности, информационные сайты, умение переписываться, пользоваться Инстаграмом, Фейсбуком, ВКонтакте. То есть это все запланировано и это внедрено в стандарты, которые мы будем внедрять со следующего года. На самом деле это очень нужно, наверное, потому что все-таки, несмотря на то, что люди пожилые, жизнь-то не стоит на месте, им волей-неволей приходится все-таки сталкиваться и учиться всему уже в таком возрасте. Ну, безусловно, прогресс не стоит на месте. И несмотря на то, что люди, скажем так, вроде бы как бы пожилого возраста, но вот я наблюдаю за их деятельностью, они, ну, во-первых, они стремятся за своими внуками. Вот внуку, да, внук пользуется Инстаграмом, приходит пожилая женщина, говорит, я тоже хочу в Инстаграме, я тоже хочу, значит, уметь пользоваться, переписываться. Правильно, чтобы внук гордился такой бабушкой. Вот, да, безусловно. Замечательно. Какие вы еще сказали направления, вот, IT-технологии, еще что там? Значит, финансовая грамотность. Мы сейчас уже прорабатываем вопросы, подготовили письма, будем приглашать специалистов. Это возможность пользоваться личным кабинетом. Вы знаете, что в пенсионном фонде есть личный кабинет, и это достаточно удобно. Опять же-таки, уже ни для кого не секрет, что сберкнижки, они ушли в прошлое, что пользуются непосредственно банкоматами, платежи оплачиваются через интернет. Все это очень интересно гражданам пожилого возраста. Я думаю, что, скажем так, реализация вот этих факультетов, она не просто, да, вот, как стандарт. Это жизненная необходимость, реалия, которая идет в ногу со временем. Угу. Кстати, вот вопрос от телезрительницы. Посмотрела сюжет, где ваши пенсионеры поют в хоре. Очень душевно. В молодости я пела, выступала даже. Могу ли попасть в этот хор? Безусловно, можно попасть в этот хор. Можно прийти к нам непосредственно в наше учреждение по адресу Садовая, дом 22. Вот, непосредственно на прием, либо ко мне, либо, значит, в заведующее отделение дневного пребывания. В принципе, к любому человеку можно обратиться. Любой человек подскажет, потому что, ну, у нас специалисты, они достаточно профессиональные, отзывчивые. Вот, и всегда идут на контакт. Также можно позвонить по телефону 541-52-23 и, значит, проконсультироваться по телефону. 541-52-23. Да. Потому что мы сейчас не можем, к сожалению, вывести на экран, но повторить мы можем. Я еще немножко хочу поговорить об отделении дневного пребывания. Насколько я знаю, есть заезды. Вот сколько человек одновременно могут посещать центр. Что они там еще получают, кроме, ну, какой-то вот кружковой, там, каких-то знаний, еще чего-то. Они же там еще питаются. Я знаю, что как вам не придешь, у вас пахнет всегда вкусно. Ну, вы знаете, на самом деле питание, оно как таковое создано для удобства граждан, чтобы не было определенного дискомфорта и присутствовать в центре каждый день в течение полного дня рабочего. Вот, потому что, ну, вот, с января месяца мы работаем и по субботам, а с апреля месяца и по воскресеньям. Единственное, суббота и воскресенье это только кружковая деятельность. Отделение дневного пребывания у нас работает с понедельника по пятницу. Заезды у нас 21 день рабочий. Вот, и граждане зачисляются на этот период. У нас, на самом деле, три отделения дневного пребывания. Два из них базируются в основном здании, это Садово, там 22. Одно отделение дневного пребывания расположено в поселке Дубровский. Общая численность клиентов, посещающих отделение дневного пребывания, составляет 60 человек. Ну, это достаточно много. Достаточно много. Я хочу сказать, что по количеству граждан, которые посещают кружковую деятельность, численность посещающих кружки составляет порядка 200 человек. А вот вы говорили, что кружки ведут как сотрудники, да? Так, наверное, и сами посетители что-то какое-то интересное. Значит, мы развиваем, ну, это несколько пилотный проект, мы развиваем волонтерство среди пенсионеров. У нас, сами понимаете, что граждане, которые ушли с работы, но тем не менее желают продолжать свою деятельность, они очень интересуются, они даже сами приходят и предлагают открыть тот или иной клуб. На самом деле, очень интересная ситуация развивается, потому что мы достаточно активно идем навстречу нашим клиентам. Вот, где-то с лета у нас создан клуб шахмат и шашек, вот, предложил создать его пенсионер, который посещает наше отделение дневного пребывания. Мы пошли навстречу, и он нашел единомышленников, и клуб от трех человек сейчас насчитывает порядка 15 человек. Проходят шахматно-шашечные турниры, вот, значит, ассоциация шахматистов также заинтересовалась, также присутствует. Но в то же время, могу вот привести не совсем удачный пример, значит, по анкетам людей заинтересовалась самооборона для пожилых. Мы разработали программу, нашли специалиста, прошло два курса занятий, далее интерес у пожилых граждан к этому направлению деятельности пропал. Поэтому, значит, вот один клуб у нас, ну, грубо говоря, закрылся. То есть это такая постоянная деятельность, да, это некая жизнь. Мы стараемся максимально модернизироваться и ориентироваться именно на ту потребность, которую предлагают нам клиенты. Мы вот посмотрели также, что в сюжете показали, как посетители центра получают помощь в виде продуктов питания. Как вы сами ищите спонсоров? Или они вас находят? Ну, вы знаете, на самом деле, эта работа началась у нас с прошлого года, где-то с середины прошлого года. Мы готовим письма в различные организации, значит, среднего, малого и крупного бизнеса с просьбой оказать содействие в виде благотворительной помощи. Значит, связываемся с фондами, которые, значит, заинтересовываются и готовы заниматься меценатством. Вот, к примеру, могу сказать, что в прошлом году у нас помощь получила порядка 500 человек на сумму где-то в районе 200 тысяч. В этом году у нас помощь благотворительную получила уже 2,5 тысячи людей на сумму уже порядка 1 миллиона рублей. То есть, но если в людях цифра стабильна, да, и понятно, она просчитывается, то вот увеличена рублевого эквивалента, да, но она варьируется, потому что на благотворительность она не считается. То есть, ну, приблизительная оценка, вот она составляет вот такую сумму. В условиях кризиса, я думаю, что людям это очень важно и нужно, вот, потому что, ну, все-таки небольшое подспорье, но оно ощутимо. Считаю, что это очень хорошее подспорье, особенно если посмотреть, что у нас сейчас у пенсионеров достаточно маленькие пенсии в основном, да, и где-то раз хотя бы в какой-то промежуток времени получить такой подарок, особенно если одинокий человек. Вообще замечательно. Теперь я хотела бы поговорить о том отделении, которое занимается реабилитацией пожилых и инвалидов. Вот мы о нем вообще сейчас ничего не говорили. Я хотела бы начать с сюжета, опять же, потому что мы вот буквально недавно были в этом центре, посмотрели на ваше оборудование, которое работает уже в течение каких-то лет, да, и новое увидели оборудование, которое, в том числе, говорят, и будет вывозиться на дом, и процедура будет проходить дома люди. Давайте посмотрим сюжет, потом прокомментируйте его, хорошо? Реабилитации Веры Толмачева перед началом процедур обходят с дозором владения свои. Они хоть и небольшие по площади, но здесь получают помощь и поддержку здоровья сотни стариков и инвалидов. Вера Михайловна наизусть знает каждый медицинский аппарат, какую кнопку нажать, какой выбрать режим. Это массажный матрас, на котором люди получают легкое массажное движение, проходят по всему позвоночнику, начиная от пят до ротниковой зоны. Процедуры и занятия в отделении назначаются врачом-физиотерапевтом. Это делается с учетом рекомендаций участковых врачей и специалистов поликлиники. Кроме того, здесь разрабатываются индивидуальные программы для реабилитации инвалидов. Не каждый столько пройдет дома, вы сами знаете, не каждый. Ленивые люди. А здесь уже ставишь на дорожку, и они потихонечку ноги свои разрабатывают. Как говорится, Москва не сразу строилась, и отделение социальной реабилитации комплектовалось постепенно. Теперь здесь несколько медицинских приборов, но процесс не останавливается. Нами приобретены новые аппараты, такие как набулазер. Это аппарат, который применяется при заболеваниях бронхолегочных заболеваниях и осматических заболеваниях. Очень хороший ингалятор. Затем аппарат Дарсенваль, который имеет несколько насадок на любую кожу. Прилив крови происходит, и улучшается кровообращение. И вот такой аппарат. Некоторые приборы – это своеобразные вариации уже существующих. Микролазер, который противовоспалительный, противоотечный. Новинки обладают рядом специфических функций, которые позволят использовать их более эффективно. Например, новый лазерный аппарат намного легче и проще в использовании своего стационарного собрата. Микросам будет у нас новый аппарат, который применяется как лазер. Он применяется при артрозах, артритах, улучшает кровообращение. Благодаря современным технологиям новые приборы имеют небольшой вес и размеры, а значит, могут использоваться не только в стенах реабилитационного центра. Эти приборы мы планируем использовать на дому. Мы будем открывать такую группу, будем выезжать к людям, которые не могут к нам ходить, и они будут получать процедуры на дому. В Ленинском комплексном центре социального обслуживания «Вера» действует несколько программ по работе с маломобильными людьми. Теперь список услуг, которые сможет получать эта категория граждан, расширится. Максим Козлов, Олег Левитин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну вот, мы посмотрели сюжет. А прокомментируйте его. Вообще, вот это отделение тоже работает с самого начала у вас, открытие центра? Ну, я не могу сказать, работает она с 90-х годов, но работает она достаточно долго. Вот, это тоже одно из направлений деятельности нашего учреждения. Социальная реабилитация для граждан старше 18 лет. Оно работает, оказывает услуги. Хочу сказать, что это не медицинское, это общее оздоровительное направление. Нет, врач у нас присутствует, да. То есть, это лечебная физкультура и физиотерапия. То есть, у нас присутствует врач, который просматривает, выписывает направление. Потому что, ну, безусловно, оказание вот этого вида деятельности без наблюдения врача невозможно. Вера Михайловна является медицинской сестрой тоже физиотерапистического направления. Вот, и, собственно говоря, прописывается курс процедур. И граждане, посещая наше отделение дневного пребывания, кстати, хочу, вернее, отделение социальной реабилитации, хочу сказать, что также получают питание для того, чтобы имели возможность находиться там в течение всего рабочего дня. Значит, в рамках развития отделения социальной реабилитации мы заключили договор о социальном партнерстве с Федеральным геронатологическим центром. Вот, значит, к нам раз в квартал приезжает порядка 8 специалистов различных направлений. Они осматривают, дают консультации. За этот год у нас проконсультировано порядка 150 человек и направлено на лечение в этот Федеральный геронатологический центр. И прошли лечение стационарно более 20 человек. Значит, то оборудование, я не буду повторять сказанное, и его функционал, хотя вот у меня здесь есть шпаргалки. Все названия. Да, все названия, что чем занимаются. Да, матрикс, небулайзер, герсенвальт. Это все-таки более, должны лучше знать те, кто этим занимается. Да, это медикам ближе. Может быть, даже я не совсем корректно терминологию, значит, ей апеллирую. Но я думаю, что меня поймут и не будут судить строго за это. Значит, также проконсультировавшись со специалистами именно геронтологии. А почему именно геронтологии? Потому что они работают давно. У них достаточно серьезные наработки именно с гражданами пожилого возраста. Потому что функционирование организма, оно со временем меняется. И, скажем так, общая медицина, она несколько отличается от специфики оказания помощи именно геронтологическим центрам. То есть руководствовались за советом их и покупали вот эту технику? То есть изначально, действительно, мы, значит, советовались с различными врачами. Вот, у нас был перечень этого оборудования. Но, пообщавшись непосредственно с специалистами геронтологического центра, внесли коррективы. И вот сейчас, значит, приобрели это оборудование за внебюджетные денежные средства. Почему? Будут использовать его на дом. А кто будет ходить? Я, может быть, перебила, но все-таки... Значит, у нас сейчас, с января следующего года, будет проводиться небольшая оптимизация нашего учреждения. Мы будем усиливать отделение реабилитации взрослое и детское. Усиливать кадрами? Специалистами, да. Мы будем увеличивать мощность. Данное отделение, которое присутствовало в сюжете, рассчитано на 10 человек. Мы прорабатываем вопрос об увеличении численности людей, посещаемое отделение социальной реабилитации. И, безусловно, поскольку адресность предоставления услуг – это основная позиция, на основании которой мы работаем, не все действительно могут приходить. Вы особенно можете представить, что если больные ноги, то человек не может посетить центр, мы будем выезжать непосредственно на дом. То есть эти аппараты действительно существенно помогают облегчить, если не вылечить определенные процессы, связанные с опухолью. То есть вот я когда готовился и смотрел, что делают эти аппараты, то есть это венозные заболевания для сосудов, лазерная терапия – это заболевания позвоночника. То есть они позволяют облегчить и улучшить… Правоснабжение. Ну понятно, это видно, что это, конечно, аппараты, которые действуют… Заболевания, которые уже с возрастом чаще всего приходят. Центр реабилитации появился у нас и для детей на развилке. Летом открылся, я помню, как открывали его. Мы там были, снимали все это и показывали нашим телезрителям. Вот уже прошло сколько? Больше четырех месяцев, да? Сегодня он уже такой вот, в общем-то, живой организм. Мы это тоже видели, потому что недавно побывали там. Давайте посмотрим сюжет и перейдем к этому центру, потому что там мне понравилось очень. Антону 16. В этом центре он уже несколько месяцев. Особенно нравятся занятия лечебной физкультуры. На беговой дорожке, шутят взрослые, парнишка ежедневно доходит до Домодедовской. Хочется отметить работу всех специалистов. В общем, внимательное отношение, индивидуальный подход к детям. Хочется пожелать дальнейшей работы центру, деткам здоровья, а мамам терпения. Среди ребят мы заметили и нашу старую знакомую Леру Вахонину. Девочка здесь хорошо адаптировалась, начала второй курс реабилитации. Одна из важнейших функций движения для нее, казалось бы, была утрачена навсегда. Но усилие собственной воли плюс требовательность инструктора – и вот результат. Лера передвигается на четвереньках и даже самостоятельно сидит. Без упорства никуда, одним словом. Если начинаешь с ними сюсюкаться, честно, откровенно, они сели на шею и поедут хорошо. Особенно вот эта Лера, которая актриса еще та. Приходится как-то упором, толчком их четко, грамотно подавать команды. Левую пошла, левую, левую, вот, молодец. Так, правую пошли, молодец. Мы много чему научились. Если на лошади она лежала, она даже сидеть не могла. Сейчас она сидит, сидит без поддержки, сидит сама. Идет развитие психическое, психологическое. Идет общение с себе, подобными, так сказать, с ребятами. Наталья узнала свою дочь с другой стороны. Не беспомощного человечка, а труженика и борца. Это боец. У нее что-то не получается, она чего-то боится. Уже даже я руки опускаю, что, ну, выше головы не прыгнешь. И вот она вот как линенок, вот на ручках, на ножках, все равно пытается сама. Вот мы вчера были дома, у нас вчера был перерыв, она дома занималась сама. В центре с ребятами занимаются специалисты-профессионалы. Курсовка рассчитана на 15 дней. За это время реабилитационные мероприятия проходят 20 ребят с самыми различными диагнозами. Каждого ребеночка ведет у нас педиатр. Он отслеживает динамику, когда ребеночек пришел к нам. И когда уже ребеночек заканчивает все процедуры. Если у нас дети находятся до полугода. Андрюша Серкин тоже в центре завсегдатой. Прогресс есть и существенные делятся впечатлениями его мама Наталья Кенина. Есть результаты. Стал левой рукой работать, левой ногой стал работать. Стал более реагировать уже. Не так, как бы, вот, постоянно сидит, сидит, сейчас уже реагирует на все, поднимает руку, ногу. У центра много друзей, которые помогают делом, предоставляют возможность ребятам посещать театр, другие мероприятия. Каждую субботу, благодаря поддержке администрации Ленинского района, который выделяет для детей инвалидов автобус, те могут посещать контактный зоопарк «Зверушки». Кстати, благодаря уже администрации зоопарка бесплатно. Ты идешь с ними, сопровождаешься в контактный зоопарк, видишь, как они радуются, как они взаимодействуют друг с другом, как они общаются с животными. Это несказанная часть. Это действительно воодушевляет на дальнейшую работу. Друзья-благотворители преподносят в дар ребятам молочную продукцию, йогурт и творожки. И сами дети, и их родители благодарны таким подаркам. У центра большие планы. К примеру, психологическая помощь. Она необходима не только детям, но и их родителям. Здесь ее планируют вскоре оказывать, даже несмотря на то, что помещение центра очень маленькое, и приходится в прямом смысле слова ютиться. Но говорят же, в тесноте да не в обиде, а обиженным отсюда точно никто не уйдет. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Вот такой сюжет. И, вы знаете, я когда приехала туда, я посмотрела и удивилась, как на такой маленькой территории все это помещается и работает ведь. И в одном кабинете с одним ребеночком работают, в другом кабинете с другим ребеночком. Везде где-то какая-то суета, какая-то жизнь. Я вижу, как этих детей фактически поднимают на ноги. Расскажите нам об этом центре. Не все в сюжете, конечно, было сказано. Какие там действуют услуги, какие специалисты работают, что они с детьми в каких направлениях занимаются? Немножечко неправильно. Это отделение социальной реабилитации для детей до 18 лет. Это структурное подразделение равно такое же, как и взрослое отделение реабилитации. Единственное, расположено в отдельно стоящем помещении, не на базовой территории нашего учреждения. Да, действительно, мы открылись с июня 2016 года, то есть текущего года. Базовая мощность изначально была рассчитана на 10 человек. Но, учитывая большую потребность в спросе, в большом количестве семей, имеющих детей, мы проработали вопрос и увеличили плановую мощность до 20 человек. Увеличили и больше, но, к сожалению, действительно площади не позволяют. К сожалению, хочу сказать, что, да, действительно, мы пользуемся большим спросом, и очередность у нас уже до Нового года. То есть запись осуществляется уже на Новый год. Особенно если учитывать, что некоторым детям мало одного курса, им нужно регулярно это. Совершенно верно. Мы здесь руководствуемся заключениями специалистов, медиков. У детей обязательно должна присутствовать ИПР, это программа реабилитации. Мы руководствуемся ей. Но, опять же-таки, я хочу сказать, что у нас отделение не медицинского назначения, это социальная реабилитация. У нас там осуществляется массаж. У нас есть ЛФК. У нас работает логопед-дефектолог. У нас, значит, комната, сенсорная комната, достаточно неплохая для психологической разгрузки. Работает психолог. До конца года мы, значит, Министерство социального развития нам закупает материалы Монте-Сори. Это развивающие материалы. И будет осуществлена поставка горного воздуха для того, чтобы увеличить клиентуру нашу по работе с детьми-инвалидами бронхолеговичных заболеваний. Работа осуществляется фактически персонально с каждым пациентом, клиентом. У нас разработан специальный график, то есть в течение целого дня все, значит, 20 человек по графику, рассчитанному, по минутному каждого специалиста, проходит полный курс реабилитации. То есть специалисты работают от и до, значит, ребенок приходящий, да, то есть вот идет прямо сразу по всем специалистам. Фактически групповых занятий у нас не практикуются. То есть фактически ведутся индивидуальные занятия. Ну вот как мы видели, ведь не только в самом центре занимаются, да, в театры ездят, в зоопарк. Это ведь тоже большое дело. Опять же таки, учитывая малые площади нашего учреждения, мы, поскольку все-таки социальная реабилитация, это как бы внедрение в социум, мы выходим за рамки, за стены нашего учреждения. В сюжете прозвучал контактный зоопарк. Вот, значит, в планах, помимо контактного зоопарка, это ипотерапия, это с лошадками детишки, чтобы общались. То есть каностерапия, это, значит, аналогично лошадкам, это собачки. И также одно из направлений, это работа уже непосредственно с самими родителями, это создание семейных клубов. В принципе, мы практикуем уже до открытия отделения социальной реабилитации детское, создание клуба. У нас был создан клуб для детей-аутистов, который активно существует до настоящего времени. Значит, сейчас мы его расширили. Это уже в Вере в центре здесь. В центре Веры, и, значит, мы его сделали, посещают уже молодые инвалиды в возраст от 16 до 37 лет. Ну, поскольку открыли отделение реабилитации, необходимость вот именно у детей-инвалидов в этом клубе отпала. Но вот та, скажем так, незадействованная категория молодых инвалидов, она как бы у нас в перспективах, и мы будем работать в этом направлении. Спасибо вам большое. Но у нас еще осталось несколько вопросов, совсем мало времени. Поэтому можно я зачитаю эти вопросы? Нам звонили еще до начала эфира, поэтому я их вот успела записать. О центре слышал, но никогда не пользовалась его услугами. Каждому ли пожилому человеку они предоставляются? Да, я тоже постараюсь побыстрее. Каждый пожилой человек может обратиться к нам. Более подробную информацию можно получить также по телефону, либо на сайте. Условия нахождения на обслуживание у нас определены действующим законодательством, привязаны к минимальному прожиточному минимуму. То есть нужно обратиться в центр и все растолкнуть. В зависимости от дохода, будет либо бесплатно обслуживание, либо обслуживание на частичную основу. А так, в принципе, любой человек, вышедший на пенсию, имеющий инвалидность, может стать клиентом нашего центра. Благодарность. Хочу поблагодарить всех сотрудников центра. Очень внимательные, добрые, сердечные люди. Спасибо вам огромное. Ваш труд очень нужен нам, старикам. Без подписи. Но я вижу, что от души. А еще одна благодарность от буквально несколько минут назад. Заместитель председателя общества инвалидов Рящина Наталья Алексеевна. Выражает огромную благодарность Игорю Вячеславовичу за тесное сотрудничество, постоянную помощь и поддержку. А также за содействие организации и проведение праздников. И желаю центру процветания. Мы тоже вам желаем процветания. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Интересный, очень важный. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был директор Центра социального обслуживания «Вера» Игорь Вячеславович Мамонкин. Всего вам самого доброго и до свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова